Настало время подвести информационные итоги рабочих будней в эфире неделя в Тагиле в студии Алла Кузнецова. Здравствуйте! Вначале коротко об основных темах. Спорткомплекс на кальянке готов к приему детей. Сегодня строители передали объект будущим хозяевам – воспитанникам спортшколы «Юпитер», когда СОК откроет двери для всех тагильчан. Новоселье отметили и малыши-вагонки. В Дзержинском районе открыт еще один детский сад на 270 мест на улице Свердлова. Сыной своей жизни спас сослуживцев и получил медаль за отвагу посмертно. Сегодня государственную награду вручили матери погибшего бойца отряда специального назначения «Урал». Итоги года подведет глава города Сергей Носов в рубрике «Прямая речь». Чем остался доволен и какие планы на будущее строит мэр? На Тагилстроя стало светлее. 600 метров электросетей и 19 опор со светодиодными лампочками, установленные на Гвардейском бульваре. Таким образом, положено начало реализации контракта жизненного цикла «Светлый город», заключенного администрацией Нижнего Тагила и компании «Швабе». Сегодня мы сделали первый шаг. Спасибо за поддержку администрации и районной, и городской. В тесном взаимодействии с заказчиком мы выполнили эту работу как своеобразный новогодний подарок. В дальнейшем такими же темпами будем двигаться и реализовывать этот контракт на благо жителей города. Долгосрочный контракт предусматривает выполнение работ по проектированию, строительству и обслуживанию системы наружного освещения города. За 28 лет действия будет установлено 20 тысяч энергоэффективных светильников, проложено более 700 километров сетей, обеспечено постоянное техническое обслуживание объектов. Общая сумма контракта – 9 миллиардов рублей. «Шваба» – одно из ведущих российских предприятий. Зависимость исполнения от экономической конъюнктуры практически исключена. Все, что здесь применяется, это производится на территории Сверхозковской области или Российской Федерации. Поэтому здесь уже налицо в действии программа импортозамещения. И поэтому с оптимизмом, а даже, наверное, с уверенностью мы смотрим в будущее. Здесь нет никакой зависимости от валютного курса. Здесь есть только стабильная и устойчивая работа самого предприятия, но и развитие города Нижнего Тагила. И еще один новогодний подарок получили сегодня тагильчане. В Нижний Тагил прибыли 20 трамваев. Половина из них рассчитана на людей с ограниченными возможностями здоровья. На новом транспорте прокатилась и наша съемочная группа. Надо видеть, что программа, что это не один какой-то там, вот купили, а вот прям мощь, конечно. Класс. Первым оценить новичков трамвайного парка приехал Сергей Носов. Такого подарка ждали все жители города, а в особенности инвалиды. Специально для них компания «Уралтрансмаш» собрала 10 низкопольных трамваев. Сделано это в рамках программы «Доступная среда». Такой транспорт появился в Нижнем Тагиле впервые. Это серьезное обновление у нас получается. Прошло 20 новых вагонов. За 2013 год 5 вагонов, 10 вагонов 2012 года. На самом деле из тех вагонов старой модели КТМ, Усть-Катавской, это, конечно, серьезное подспорье. Уже другая система управления, уже экономика другая. С новыми трамваями водителей знакомил специалист из Екатеринбурга. Проходили стажировку 60 часов. Управлять современным транспортом, говорят, стало гораздо проще. Вместо множества кнопок здесь одна практичная панель. Панель оператора сенсорная, во-первых. И панелью оператора можно управлять и открыванием-закрыванием дверей, можно информацию по состоянию трамвая, и пробег, и напряжение в контактной сети. То есть здесь полная диагностика и управление вагоном, сенсорной панелью. 20 современных трамваев пойдут по всем маршрутам города. Один вагон вмещает 110 человек. Помимо того, что транспорт новый и удобный, затраты электроэнергии снизятся на 30%. Я просто хочу сказать, глядя на эту красоту, напомнить всем, что программа «Тагильский трамвай» – это одно из поручений президента. А для нас поручение президента, еще раз хочу повторить, это руководство к действию. И поэтому я очень рад, что мы успели, несмотря на все сложности и трудности. Первых пассажиров 20 новых трамваев доставили прямо к главной елке города. Анна Хабарова, Александр Штраух, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». И к другим темам дня. Ценой своей жизни спас сослуживцев и получил медаль за отвагу посмертно. Сегодня государственную награду вручили матери погибшего бойца отряда специального назначения «Урал». О настоящем подвиге – репортаж Анны Хабаровой. Друзья, сослуживцы, семья. В отряде специального назначения «Урал» сегодня собрались все, кто знал эфрейтора Саида Тутынина. 16 февраля этого года он погиб при выполнении служебного долга в Чечне. Военнослужащие отряды всегда были и являются примером профессионализма, мужества, самоотверженности и героизма. К сожалению, не всегда при выполнении государственных задач обходится без боевых потерь. В начале года эфрейтор Тутынин принимал участие в поиске и ликвидации бандгруппы в одном из районов Чеченской республики. В главном дозоре он шел первым. На тропе между скалами сапер заметил самодельное взрывное устройство. Понимая, что оно может в любой момент сработать, он загородил с собой проход. От многочисленных осколочных ранений боец погиб. Я хочу преклонить голову и сказать спасибо родным и близким Саидам. Вы потеряли самое дорогое в своей жизни. И никакими словами сочувствия не унять и не изглушить эту боль. Вы воспитали смелого, мужественного сына, настоящего защитника Отечества. Низкий вам поклон. Он навечно останется в наших сердцах и в нашей памяти. Ценой своей жизни Саид Тутынин спас боевых товарищей от смертельной опасности. Ему было всего 27 лет. Скромный, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь, сослуживцем. Таким он всегда останется в нашей памяти. Он страстно любил жизнь, наслаждаясь радостными моментами, преодолевая трудности, уготованные ему судьбой. Он всегда был первым. Сегодня маме и Фрии Таразои Тутыниной вручили государственную награду – медаль сына за отвагу. Анна Хабарова, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Лучший из лучших Сергей Носов поздравил сегодня выдающихся школьников города. Пригласил на свою елку во дворец детского и юношеского творчества. За какие заслуги получили похвалу главы, расскажут наши корреспонденты. Умников и умниц Нижнего Тагила встречают во дворце детского и юношеского творчества песнями и плясками. Поздравить их сюда пришел сам глава города. Если вы так дальше будете продолжать, то Нижний Тагил действительно станет процветающим, красивым, самым уютным городом. Все, что у нас не получится, вы обязательно сделаете. Я вас верю. Третьеклассник Дмитрий Уткин на елке у мэра впервые. Помимо того, что учится только на одни пятерки, еще и неоднократно выигрывает Олимпиады по математике. На праздник сегодня пришел в костюме ковбоя. К Новому году начал готовиться давно. Я люблю Новый год, потому что там подарки есть и можно наконец-то нарядить елочку. Поздравлять в преддверии Нового года умников и умниц города – старая добрая традиция мэра. Проводится уже в 23-й раз. Сегодня здесь собрались более 400 школьников. Они достигли высоких успехов в спорте, образовании и творчестве в Олимпиадах. Это здорово, что такое мероприятие есть, потому что у них есть возможность в садокописи совместно с главой города. И я думаю, что этот прием им заполнится на всю жизнь. С каждым годом число участников елки мэра растет. В этом году школьникам показали сказку «Снежная королева». Анна Хабарова, Александр Штраух, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». А в 17 часов на театральной площади открылась главная елка города и ледовый городок, который будет радовать детей и взрослых на протяжении всех новогодних праздников. Елка, напомню, впервые в Тагиле искусственная. Городок строили лучшие скульпторы страны. Поселились в нем герои сказок в честь наступающего 2015 года литературы. Спасибо вам за ту поддержку, которую я ощущал в течение всего 2014 года. Я уверен, что 2015 год будет не менее для нас интересным, значимым. Будет много событий, будет много новых объектов. Также поздравляя жителей города со сцены, мэр пожелал всем силы, здоровья и терпения и поблагодарил тагильчан за поддержку. Выступления творческих коллективов и яркий фейерверк сделали открытие главной городской елки ярким и незабываемым. Елочка, красавица! Всем очень нравится! Об итогах уходящего года шла речь на благотворительном балу главы города, в Центре культуры и искусства НТМК. Собрались представители власти, руководители предприятий и учреждений города, бизнесмены, общественные деятели. Все те, кто помогал осуществлять значимые для Нижнего Тагила проекты. Этот год для меня лично особенно важен тем, что как никогда я как глава почувствовал вашу поддержку и не случайно город Нижний Тагил был признан городом лучшим в области по благотворительности, по благотворительной деятельности. Благодаря усилиям каждого, наверное, здесь присутствующих и многих тех, которых нет в этом зале. В мероприятии организовал благотворительный фонд «Уютный город». На собранные им средства была разработана проектно-сметная документация физкультурно-оздоровительного комплекса на Гальянке. Благоустроена территория музея-усадьбы «Демидовская дача». Получили поддержку и другие идеи. В ходе благотворительного аукциона участники бала собрали более 200 тысяч рублей на строительство спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна появиться рядом с Центром адаптивного спорта. Сок в срок строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Гальянке завершено. Сегодня оценку объекту дал глава города, будущие хозяева, воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юпитер» и жители Нижнего Тагила смогут сделать это в ближайшее время. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Парке Победы началось в день открытия Зимней Сочинской Олимпиады, 7 февраля. Объект с бассейном, игровым и тренажерным залами, душевыми, раздевалками, кафе удалось возвести максимально короткий срок. Сегодня передаем эксплуатации этот спортивный комплекс. Пока эксплуатация, не почувствуя себя здесь хозяином, значит, объект нормальный, функционировать не будет. Должны заходить, начинать работать, обживаться, создавать уют, условия и так далее и тому подобное. Тренеры и воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юпитер», которым предстоит здесь заниматься, были буквально поражены созданными условиями. С нынешними их не сравнить. Об этом главе города Сергей Уносову рассказал руководитель учреждения Сергей Кутемов. Мы получили современный объект для детской спортивной школы «Юпитер». Сюда заходят дети, которые у нас тренируются. Вообще, я считаю, что именно такие объекты должны строиться и выводить детей из тех уже, скажем так, старых объектов в современные условия. В свободное от тренировок двух тысяч юных спортсменов время комплекс смогут посещать все желающие. Подрядчик строительства, компания «Генстрой Урал» продолжает работать еще на одном объекте – физкультурно-оздоровительном комплексе на Уральском проспекте. Тесное сотрудничество с администрацией города и здесь должно послужить залогом успеха. Мы работаем просто в взаимовязке, взаимовыручке. Если я даже могу позвонить главе и озвучить какой-то вопрос, какую-то проблему, эта проблема решается за день. То есть, ну, очень плотная заинтересованность в результате конечной точки, в разрезании ленточки, в передаче этого объекта там жителям. Ну, то есть, мне очень нравится работать в Кагиле. После подписания разрешительных документов и получения результатов анализов воды в бассейне, спорткомплекс начнет работу. Ориентировочно это произойдет 5 января. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Егор Егошин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Новоселье отметили и малыши вагонке. В Дзержинском районе открыт еще один детский сад на 270 мест на улице Свердлова. Поэтому я поздравляю всех, я думаю, всех тагильчан, и маленьких тагильчан, и взрослых, которые, так или иначе, в ближайшее время, уже после, но уже в новом году, придут в этот детский сад, будут в одессе введение. При строительстве садика пришлось столкнуться с определенными трудностями. Они касались, в частности, игровой площадки, которая расположена на болотистой почве. Возникали сомнения, что объект будет сдан в срок. Однако совместными усилиями подрядчика и администрации города их удалось преодолеть. В ближайшее время детский сад «Сказочная страна» получит разрешение на оказание услуг присмотра и ухода за детьми и примет первых воспитанников. После оформления образовательной лицензии он заработает в полном объеме. Здесь уже и дети приходят и спрашивают родителей, когда можно прийти в детский сад. Очень много желающих попасть в этот детский сад. Здесь в округе живут детки, которые еще не посещают детский сад. Они к нам обязательно придут, как только мы откроемся. Также со всего района, все желающих, мы ждем в этот уютный и сказочный детский сад. И это были новости пятницы. Впереди обзор событий недели, а также рубрика «Прямая речь». Итоги года подведет глава города Сергей Носов. Вы узнаете, чем остался доволен и какие планы на будущее строит мэр. Спешите! С 20 декабря в Великий русский цирк Стислава Запашного. На арене Нижне-Тагильского цирка. Силачи, фокусники, клоуны, воздушные гимнасты, акробаты и тигры. Неделя в Тагиле продолжается. В студии Алла Кузнецова настало время вспомнить, какими событиями нам запомнятся рабочие будни уходящего года. Самые значимые и интересные темы недели в обзоре. Жители Екатеринбурга не хотят, чтобы их город поделили на муниципальные районы собственными думами и бюджетами. Такой вариант предлагает областной закон о реформе местного самоуправления. В общественных слушаниях по этому вопросу также приняли участие и тагильчане. Их позиция аналогичная с жителями столицы Урала. На Старателе прошли гонки роботов. Первый открытый чемпионат по робототехнике среди старшеклассников. Они собирали машины, которые самостоятельно, без вмешательства людей, проходили извилистую трассу. Водоснабжение Малой Кушвы удается улучшать. Еще две артезианские скважины появились в микрорайоне. Их пробурили на улицах Осипенко и Компасной. Это удалось сделать благодаря сотрудничеству территориального общественного самоуправления и администрации города. Физкультурно-оздоровительный комплекс на Уральском проспекте нужно достроить раньше срока. Летом его может посетить президент России Владимир Путин. Глава города Сергей Носов оценил во вторник шансы строителей. Капитальный ремонт, после которого нужен еще один. Жители дома по улице Землячки жалуются на ТСЖ «Графские развалины». Пять лет назад эта организация проводила там капремонт. Почему от него не осталось и следа? Ситуация на контроле у главы города. «Живая елка», выставка ретро-игрушек, борьба с карабасом-барабасом и спектакль про плохую козу, которая передумала и стала хорошей. Нижний Тагильский театр «Кокол» готовится к новогодним праздникам. Долги по зарплате накопились перед работниками предприятия «Кокса Химмонтаж» и «Карьера Валегинбор». Без внимания ситуацию не оставил глава города. Ему удалось повлиять на решение проблемы. Деньги люди начали получать. Подарок к Новому году для юных жителей вагонки. Новый детский сад открылся на улице Калинина. Суперсовременное здание на 270 малышей. Для сотрудников там есть даже лифт. Лучших благотворителей года назвали в среду промышленные гиганты и предприятия малого бизнеса. На присвоение звания лучший благотворитель года выдвинуты 14 предприятий и организаций. Три компании получили почетный титул уже в третий раз. Праздничное настроение себе и соседям создают участники предновогоднего конкурса «Лучший двор». Даже недостаток снега не стал препятствием для неравнодушных тагильчан. В четверг жюри подвело итоги. Долгожданная радость для жителей Кирпичного. В поселке открылась аптека. Раньше приходилось идти или ехать за медикаментами на выем. Единственное, о чем сейчас, просят жители, чтобы аптека работала и после шести вечера. Новая слесарно-механическая мастерская появилась в Нижнетагельском горнометаллургическом колледже. Она оборудована на средства Евраза. Накануне там соревновались слесари-механики в конкурсе профессионального мастерства. Итоги года подведет глава города Сергей Носов в рубрике «Прямая речь». Чем остался доволен и какие планы на будущее строит мэр? Буквально через пару мгновений. Мэр в нашей студии. Программа «Неделя в Тагиле» продолжается. И на очереди рубрика «Прямая речь». Сегодня ее гость – глава города Нижнетагил Сергей Носов. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. Сергей Константинович, в последний раз в этом 2014 году мы с вами встречаемся в нашей студии. Ну, поэтому, наверное, беседа будет посвящена итогам года. Сергей Константинович, завершается 2014-м. Расскажите, каким он был для Нижнего Тагила и, может быть, какими-то своими личными впечатлениями поделитесь для вас. Вы знаете, значит, он был сложным. И эта сложность кардинально отличается от сложности 2013 года. В 2013 году было сложно, потому что нужно было короткое время освоить достаточно большое количество средств, которые до этого город никогда не осваивал. И это с нуля сделать было достаточно тяжело. Но мы тогда в 2013 году с этим справились. В 2014 году область не выделила нам денег на развитие, на развитие города. И продолжить вот это движение вперед нужно было вот в этих сложных условиях без необходимого финансирования, необходимого города. И надо было найти пути решения. Эти пути были найдены. И в чем полезен опыт 2014 года, как бы тяжело нам не было. Потому что нам удалось решить все поставленные задачи. И то, что мы наработали в 2014 году, обязательно пригодится нам в 2015. Но у вас лично какое-то удовлетворение осталось по итогам работы. Все-таки опыт Нижнего Тагила и сопротивление встречался со стороны области. И были неприятные моменты, сталкивались. Неприятные моменты были, есть, и они еще, я так понимаю, не закончились, судя по различным действиям и событиям, которые происходят вокруг города. Но так или иначе, мы справились со всеми трудностями, которые были. И вот само окончание года, довольно тяжелый год, который, в общем-то, усугубилось или омрачилось, значит, событиями, связанными с экономической ситуацией, с инфляцией в стране. Со ставками Центробанка, кредитными ставками, ставками рефинансирования. Конечно, повлияло и на наши промышленные предприятия, прежде всего, среднего уровня. Малый бизнес это повлияло. Это повлияло на нашу доходную часть бюджета. Но при этом все объекты, которые мы планировали сделать в этом году, они были завершены. Ну, давайте как раз об этих объектах и поговорим. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сделано-то было все-таки немало. Еще и новогодние подарки даже город жители получили. Давайте по знаковым объектам. Это спортивно-оздоровительный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, драмтеатр, жилые дома, садики. Ну, давайте следующее тогда, если быть последовательным. Значит, первое, мы выполнили указы президента, то, что планировали на этот год, и выполнили вполне уверенно, скажем, достойно. Мы закончили программу жилья, программу этого года, жилья взамен аварийного, так или иначе. Мы закончили программу по детским садикам, и, то есть, три детских садика будет в этом году, а вообще, фактически, четыре, с учетом переходящего садика на Удовенко. И, в целом, если брать за два года, 13-й и 14-й, мы перевыполнили программу по воду детских садов, по созданию новых мест для наших малышей. Надо сказать, что это вполне успешное строительство жилья программы этого года. Мы вышли, в общем-то, на показатели, лучшие показатели, наверное, последних 20 лет. Если не больше, по-моему, значит, как мне... Я специально не вдавался вот в эти сравнения, в эти соревнования с прошлым, потому что надо думать, прежде всего, конечно, о будущем. Но цифры сами, значит, хорошие, и мы фактически в два раза увеличили ввод жилья. Это результат предыдущей, в общем-то, работы в течение 12-13-х годов. И перспектива есть не на последующие годы. Надо сказать, что даже вот в это сложное время, сложное время, экономическое время, когда люди, в общем-то, задаются вопросом, что же делать с накоплениями сбережениями, значит, ну, одно из лучших направлений – это вкладывать недвижимость. И в этом году, надо сказать спасибо строителям, что такие возможности нашим горожанам были предоставлены. Если дальше говорить о результатах года, ну, в первую очередь, мы начали строительство, как бы нам тяжело ни было, это довольно сложный процесс согласовательных процедур. Мы начали строительство объектов таких, как ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс на Галиянке и реконструкцию дрампиатра, это поручение президента, которые будут, несомненно, их выполнение будет проверяться. Мы начали, и более того, мы сразу изначально отказались от сроков, которые нам предлагали, значит, с окончанием объектов в 2016 году. Мы принципиально от этого отказались и оказались правы. Почему? Потому что в том, что и современные экономические условия требуют быстрого движения вперед. Законченный объект, это законченный объект, он будет полностью отфинансирован, и он будет просто работать на пользу нашему городу, нашим жителям. Незаконченный объект, это долгострой с переносом финансирования на потом, на потом, на потом. Как мы видим, к сожалению, на наших глазах происходит ситуация с детской многопрофильной больницей. Мы, конечно, сильно надеялись, что в этом году будет все-таки начато финансирование ее достройки. Мы передали эту больницу в область, о чем я сегодня сильно жалею, потому что мы бы нашли на нее финансирование сами. И вот, опять же, мы можем с вами просто увидеть, как только объект превращается в долгострой, он фактически рискует быть непостроенным никогда. Поэтому мы пересматривали наши планы, и, надо сказать, по самым жестким графикам, фактически с опережением от того, что нам предлагали на год, мы двигаемся. И это очень хорошо. Ну, вы знаете, были запущены ряд очень интересных объектов, которые вот, они душевные объекты, это наше благоустройство, которые, именно новые объекты благоустройства, они были реализованы при поддержке наших предприятий и простых гаража. И, вы знаете, значит, то, что делается с любовью, значит, то получается всегда красиво и хорошо. И мы намерены и в следующем году это продолжить. Надо сказать, что город Нижний Тагил был признан лучшим городом по благотворительной деятельности в этом году. И в этом заслуга, прежде всего, предприятий наших тагильчан. И мы можем говорить, если говорить о новогодних подарках, то наиболее-таки, наверное, ярких, что ли, это мы закончили строительство спортивно-здоровительного комплекса в парке Победы. Вы знаете, чем он приятен, такой подарок, что он реально закончен строительными работами. И мы сейчас будем думать, как его хорошо использовать и правильно, грамотно использовать дальше. И он был сделан за 10 месяцев. Аналогичные объекты в соседних регионах делались, мягко говоря, гораздо больше. И, если хотите, в этом и есть наш тагильский почерк, то, что мы не стоим на месте, мы двигаемся вперед и решаем задачи любой сложности. Трамваи, значит, 20 трамваев, так или иначе, как бы тяжело ни было, и трудности еще остались, но они выйдут на улицы города уже в этом году. И мы, это тоже можно считать, в общем-то, новогодние. Сегодня все тагильчане во время открытия елки уже смогли их увидеть. Да, я думаю, и увидеть, и оценить. Это все еще впереди и должно работать и в новогодние каникулы, ну и весь 15-й год, и в последующем. Поэтому, если говорить о подарках, то... Ну, так получается, Сергей Константинович, что сами себе подарки сделали город своим жителям-тагильчанам, так? Вы знаете, значит, это очень приятно, наверное, то, что это наша совместная работа. И работа общественности, которая сигнализировала о каких-то недостатках и требовала, причем настойчиво, и это самое главное, требовала устранения. А вот настойчивость в вопросах наведения порядка во всех делах, наверное, это очень важно, то, что мы сегодня в городе имеем. И, ну, я согласен, что это, наверное, да, это наша совместная работа. Что касается вот внешних подарков, то, кроме грязи, наверное, мы ничего не получали в этом году. Ну, надеемся, что следующий год будет годом чистоты и порядка не только в городе, но и вокруг него. Ну, в плане финансов, наверное, год будет тоже не менее сложный следующий, как вы думаете? Он сразу очень сложный, хотя, опять же, значит, мне не совсем понятно, говорили, что очень сложный и жесткий будет 2014 год, и денег нет, и ряд обещаний, которые были даны, значит, не мне лично, значит, зачем мне надо тут на личности переходить. Они городу были даны, касается мост по Фрунзе и восточное шоссе, в проект, который Уралвагонзавод вложил, значит, собственные деньги в проектную конструкторскую документацию. Причем завод, который, корпорация, единственная в области, находящаяся под санкциями, в общем-то, вложила деньги, и, конечно, и им, и нам обидно видеть, что вот вложенные средства, это было, как бы, одно из условий, что будет областью выделены деньги. Значит, мы условия выполнили, а, значит, в ответ ничего не получили. Конечно, это обидно видеть, но, наверное, грех обижаться, у нас год заканчивается, и, в общем-то, еще раз повторяю, то, что мы планировали, сделали, 15-й будет сложным, но нам не впервой всем вместе в Тагиле проходить сложности и трудности. Надо сказать, что ситуация сегодня иная, и я не вижу никаких оснований для паники, как бы кто-то не пытался ее посеять, значит, среди тагильчан. Я думаю, что тагильчане сумеют разобраться, значит, на панику не поддадутся, поэтому, я думаю, можно спокойно готовиться к встрече Нового года, настраиваться и на праздничные каникулы, и на хорошую, серьезную работу в 2015 году. Ну, не только сложным, интересным будет год, потому что ряд таких масштабных проектов предстоит реализовать, чего только стоит мост через Тагильский пруд, реконструкция набережной. Я считаю, что главный подарок такой, действительно, новогодний, он будет 31-го числа. Я сейчас не хочу об этом много говорить, потому что желающих взорвать проект моста, мост, их немного, но, к сожалению, не есть. Поэтому мы не будем выдавать наши планы, но я хочу сказать, что мы двигаемся вперед, и я вижу, что это вполне реальная вещь. На сегодняшний день настрой у инвесторов по-боевому, по-деловому, и готовы они работать с Нижним Тагилом. И мы ценим это доверие к городу, и будем им дорожать. Ну, насчет того, что двигаться вперед, Тагил готовится стать территорией опережающего развития, вы об этом говорили на пресс-конференции в Екатеринбурге, и фраза ваша такая уже облетела областные СМИ о том, что Тагил готов стать пилотом, но хотелось бы стать и Гагаринами при этом. Что нам даст этот статус территории опережающего развития? Вы знаете, так или иначе, будут определенные, все-таки готовятся, будут определенные, как я понял, преференции и в налоговом плане для бизнеса, который будет работать в этих территориях. В общем, еще ряд преференций могут быть предоставлены на территории. И я считаю, что нужно использовать любую возможность, позволяющую муниципалитету развиваться, любую возможность, федерального уровня, областного уровня. Единственная проблема существует, что выход на федеральный уровень, мы в любом случае, как бы мы ни общались напрямую, документально, формально, без визы региона невозможно. Это приходится учитывать, мы с этим будем работать и надеюсь, что так или иначе, вопросы будут решаться положительно. Даже не надеюсь, уверен. И есть тому и хороший пример, потому что мы оправдываем доверие, особенно, когда нужно выполнить работу в очень сжатые сроки. Например, проект «Самоцветное кольцо» и наш проект «Тагильская лагуна». Так или иначе, мы завершили в этом году довольно сжатые сроки. Все процедуры связаны с подготовкой документации. Причем сроки нам были поставлены нереальными. У меня здоровый оптимизм. Я понимаю сложности экономические, которые сталкиваются и страна, и регион, и город, естественно. Я понимаю, я отдаю себе отчет в проблемах, которые есть сегодня в различном уровне взаимоотношениях. Абсолютно отдаю себе отчет. Но все, что я делаю, я делаю в интересах города Нижний Тагил. И все, что я делаю, я делаю по защите интересов города Нижний Тагил. И 2014 год показал, что мы на данный момент, не учитывая сложности и проблемы с ситуацией в области, в экономике области, как нам рассказывают каждый раз при формировании бюджета, мы пошли другим путем в привлечении долгосрочных инвестиций с расчетом в течение длительного времени в последующие периоды. Это нормальный, прогрессивный подход, которому призывает сегодня правительство области. Но мы от призывов, как полагается, в Тагиле перешли к делу. Вот это внушает мне лично оптимизм. Если этот оптимизм может передаться тагильчанам, я буду очень рад. Ну, градоначальнику тоже отдыхать иногда надо. Как новогодние праздники планируете провести? Планирую отдохнуть, и я считаю, что мы подготовились к каникулам новогодним, традиционным, длинным новогодним каникулам. Поэтому, ну, руку на пульсе буду держать всегда. Это у меня в крови, и это уже привычка, от которой трудно избавиться. В любое время быть с телефоном и отвечать на любой звонок. Мало ли, что случилось. Ну, а я еще раз хочу повторить, я думаю, что мы подготовились, и задача действительно отдохнуть тем, кто будет отдыхать. Те, кто будет работать посменно, им называется, также необходимо, я считаю, можно пожелать провести спокойно эти трудовые дни, эту трудовую вахту, отстоять. Ну, а дальше за работу. Работы впереди в 2015 году не меньше, если не больше, чем за два предыдущих года. Коллектив нашей телекомпании поздравляет вас с наступающим Новым годом, и у вас, Сергей Константинович, буквально вот несколько слов, чтобы тагильчанам что-то пожелать. Вы знаете, дорогие тагильчане, хочу пожелать уходящим в 2014 году и оставить все плохое, все то, что мешает нам жить и работать. С собой взять лучшее, доброе, и в 2015 году счастья, удачи, свершение всех мечтаний, здоровья, прежде всего, каждому из нас, особенно больше улыбок, больше оптимизма и уверенности в будущем. С наступающим Новым годом! Спасибо вам за беседу, увидимся с вами уже в следующем году, Сергей Константинович. Хорошо. А наша программа продолжается, и у нас новости спорта. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Признание при жизни. Почетная доска в честь заслуженного мастера спорта по хоккею с мячом Николая Дуракова открылась накануне на стадионе «Юность». В этом году нападающий полузащитник отмечает свой 80-летний юбилей. В послевоенное время он выступал за Нижний Тагильский металлург. 50 игр провел в составе сборной СССР и забил в них 48 мячей. В 70-е годы начал работать тренером, а также выступать в соревнованиях среди ветеранов. Не расстается с Клюшкой и по сей день. Наиболее яркие, наверное, все-таки спортивные достижения Николая Александровича, они пришлись во время Советского Союза. В Советском Союзе существовала тоже очень хорошая традиция. Установление бюста при жизни. Такое право получали только дважды герои Советского Союза и дважды герои социалистического труда. Как раз в это время, с 25 по 28 декабря, на стадионе «Юность» проходит ежегодный открытый турнир по хоккею с мячом на Кубок главы города. Участвуют в нем юноши 2002 года рождения. Конкуренция предстоит серьезная. На соревнованиях представлено семь команд. В общей сложности это порядка 200 хоккеистов. Сергей Носов открывал молодежные соревнования и предложил, чтобы они носили имя Николая Александровича Дуракова. Гора Долгая стала одним из самых посещаемых мест 2014 года. В марте здесь прошли этапы континентального кубка. Комплекс принял 49 спортсменов из девяти стран мира. Однако россиянам на пьедестал почета ступить не удалось. Мы очень рассчитываем на то, что вместе с международными соревнованиями в нашу страну придет международный стандарт, который позволит нашим спортсменам быть конкурентно способными и входить в элиту мирового спорта. Летом тагильские трамплины открывали первый и второй этапы Кубка России. Нижний Тагил на них представлял воспитанник спортшколы АЭСТ Вадим Шишкин. В первый день соревнований удача была не на стороне юноши, стал четвертым. Но, собрав фулю в кулак на втором этапе, оставил позади всех соперников и совершил самый дальний прыжок на 99,5 метров. Провел хороший старт, хорошо подготовился к соревнованиям. Ну и, собственно, сделал свои прыжки тренировочные, обычные. Сейчас планирую за лето набрать объем прыжков. Еще одним важным событием для Вадима стало участие в составе российской сборной в этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Впервые не только в нашем городе, но и во всей стране прошло столь статусное мероприятие. К слову, только в первый день его посетило порядка 12 тысяч человек. Когда идут прыжки на 130 метров, и когда вместе с нами сегодня за этими прыжками смотрит весь мир, тот, кто любит этот вид спорта, чувствует себя сопричастным. Потому что болеть вживую всегда интереснее. Директору соревнований Валеру Хофферу организация спортивного праздника в нашем городе более чем понравилась. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы сделать этап Кубка мира на тагильских трамплинах ежегодным. На этом у меня все. О том, чем предлагаем заняться в праздничные выходные, смотрите в понедельник. Анна Хабарова, Вадим Усков, Егор Егоршин. Новости спорта Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Такой была неделя в Тагиле. За интересные новости Тагил ТВ дарят подарки. Звоните нам по телефону 4195-51. Или пишите на сайте tagildefistv.ru приз этой недели. Сертификат на приобретение новогодних подарков на сумму 2000 рублей от спонсора рубрики студии праздника «Хэппи Дэй». Напомню, смотрите нас на круглосуточных каналах Тагил ТВ в сетях МТС, 41 кнопка и Ростелеком 22. Также нас могут увидеть и абоненты IP-телевидения компании «Конвекс». Новости выходят в 23.00, 3 часа ночи, 7 утра и 12.30. До новых встреч!